Добрый день, дорогие друзья! Добрый вечер уже! Я рада вас приветствовать на сегодняшнем мастер-классе. И по традиции давайте сначала установим связь. Напишите, пожалуйста, как меня видно и слышно. Плюсики, если все в порядке, и минус, если что-то там не в порядке. Должно быть сейчас на экране видно мою рабочую плоскость. Это холст, здесь палитра. В процессе мы с вами немножко будем все это менять местами, чтобы было лучше видно, что происходит в данный момент. И будем подстраиваться под ситуацию. Пока я жду ваши плюсики, расскажу немножечко о том, как будет проходить наш сегодняшний вечер. Сегодня, как вы уже знаете, мы целый месяц готовимся к наступающим новогодним праздникам. Сегодня и, в общем-то, вообще в целом в этом сезоне мы себе поставили такую задачу, как готовь сани с лета. И поэтому мы с вами уже осенью написали несколько красивейших зимних сюжетов. И будем продолжать это делать. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы у вас было время подготовиться, может быть, поэкспериментировать, написать несколько возможных вариантов, несколько сюжетов. И чтобы зимой вы были уже во всеоружии и смогли всем своим родным и близким подарить потрясающие картины, написанные своими руками. Вижу в чате уже много плюсиков. Это значит, что у нас все в порядке, и мы можем начинать сегодняшний вечер. Давайте поговорим о том, какой сюжет нам предстоит сегодня написать. Это будет интересный, сказочный немножечко. Ну, в общем, такой вот сюжет из нашего с вами детства. Когда мы все играли на улице в разные игры, когда было очень весело, когда елки стояли прямо на площадях, где-то во дворах, около домов. И мы просто могли выйти и повеселиться от души. Сегодня я надеюсь, что мы с вами как раз повеселимся от души и напишем такой вот интересный сюжет. Ну и давайте теперь уже более близко подойдем к самому процессу и поговорим о том, какие материалы нам сегодня нужны. Во-первых, холст. Сегодня у меня небольшой холст 30 на 40 сантиметров. Такой сюжет можно писать и на более больших холстах. Он будет очень здорово смотреться. Поэтому выбор холста я оставляю за вами. Выбирайте любой. Холст на подрамнике. Вот такой вот палитра. Как обычно, это такая вот самодельная палитра, которой мы пользуемся на мастер-классах. Я ее сейчас переставлю на этот мольберт, и мы с вами будем собирать палитру красок. Кто с нами будет сегодня писать в режиме онлайн, дайте, пожалуйста, знать в чат, тогда я буду знать, что немножечко нужно помедленнее рассказывать, чтобы все успевали. Если сегодня у нас только зрители, которые будут писать уже по записи, тогда мы чуточку с вами темп ускорим. Итак, какие краски нам сегодня понадобятся? Во-первых, это белило-титановый, краска, которая нужна всегда и везде. Выдавливаем вот таким вот червячком. Сразу побольше. Ну, в общем, сколько можно, много выдавливайте. Сегодня пишем зиму, поэтому белое будет уходить просто на раз-два. Ой, отлично, с нами будут писать в режиме онлайн. Хорошо, значит, будем, ну, в общем, как обычно. Итак, белило-титановый, какую-нибудь желтую. Я беру кадмий желтый, средний. Вы можете взять любую желтую, какая у вас есть. Далее, охру. Я беру охру желтую. Тоже можно взять любую охру, какая есть. Хочется попробовать. Если хочется, то обязательно нужно пробовать. Сразу хочу убедить всех, что это абсолютно посильный всем сюжет. Он кажется сложным, но мы его с вами разберем. Абсолютно просто, абсолютно легко. Каждый сможет написать. Поэтому, кто сомневается, бегом за своими художественными материалами и давайте сразу к нам. Желтый. Я взяла средний. Охра желтая. Можно взять любую охру. Дальше. Какую-нибудь красную. Я беру кадмий красный темный. Но, опять же, можно взять любую. Выдавливаем краску на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы не лепить ее совсем около себя. И нам будет таким образом удобнее ее зачерпывать и смешивать наши колера. Или колеры, как угодно. Кадмий красный темный есть. Давайте возьмем еще краплак. Я беру краплак красный. Так, если я его сейчас найду, найду. Краплак красный. Из синих мы возьмем ультрамарин. Так, можно взять еще какую-нибудь синюю. Например, кобальт синий. Ну, в общем, какую угодно. Можете взять голубую FC. У кого что есть, берите. Сейчас это не принципиально. Одну любую синюю. Далее, любую зеленую. Но лучше взять что-нибудь из холодной серии. Например, изумрудку. Я возьму немножко совсем изумрудной. Вот так вот она выглядит. Практически черная. Очень-очень темная краска. И какую-либо коричневую. Но коричневую я вам предлагаю взять в двух экземплярах. Одну покраснее. Например, сиену женую. И одну позеленее. Это у меня умбра. Умбра женая. Сейчас я ее постараюсь найти. Умбра есть. Ну, в общем-то, вот весь набор, который нам нужен. Этого нам хватит, чтобы написать сегодняшнюю работу. Как обычно, обязательно, как можно больше бумаги, салфеточек, целую кучку положить. Мало не будет, это точно. Много не будет. И растворитель. В качестве растворителя я сегодня взяла пенен. И мы с вами будем писать на нем. Можно взять, в общем-то, абсолютно любой сейчас разбавитель, потому что нам это не принципиально. Нам он нужен только лишь для того, чтобы краска была более жидкая. Не такая густая, как вот в таком изначальном состоянии. Все. Краску выдавили. Про инструменты рассказала. Теперь, что касается кистей. Кисти сегодня потребуются. Щетинки. Вот что-то покрупнее, какую-то помельче. Буду в процессе уже показывать, что буду именно брать. Синтетику плоскую. Одну тоже покрупнее. Вторую можно поменьше. Вот что-то вроде того. И какую-нибудь тоненькую кисточку для прорисовки мелких деталей. Круглый колонок, либо круглую синтетику. Что угодно. В общем, какую-нибудь нулевочку, либо два-три-ноля. В общем, очень тонкую кисть. Так. Все. Этого нам хватит. Мастихины, как обычно, абсолютно любые. Просто для того, чтобы смешивать краску. Какие-то вещи мы, конечно, и на холсте будем рисовать мастихином. Но, в общем и целом, форма не важна. Давайте сейчас приступим к замесу наших колеров. И какие сегодня нам потребуются. Ну, во-первых, это несколько оттенков голубых. Поэтому мы с вами сразу намешаем ультрамарин в разбеле. Вот так сразу, посмотрите, отчеркнули целый кусок ультрамарина. А потом только в небольшую часть начинаем подмешивать берила. И смотрим, сколько синие нам нужно добавить. И потихонечку добавляем. Я вот такой вот замес оставлю. Давайте сразу, наверное, потемнее. Потому что синего нам потребуется прилично. Даже не в чистом его синем состоянии. Но все равно он нам будет нужен. Отсюда кусочек отчеркнуть. И еще больше белого. Замешаем голубой замес. И у нас с вами выстроится такая вот цветовая тональная градация голубого. От темно-синего к светлому-светлому и совсем белесому. Сейчас у нас градация вот так вот состоит из небольшого количества переходов. А у вас может быть в других даже каких-либо картинах. Это я в общем и целом говорю, чтобы на других картинах вы тоже смогли это применять. У вас может выстроиться градация из даже 5-6 красок. Начиная от самой темной и заканчивая самой-самой светлой. Вот такая вот шкала. Этим очень удобно пользоваться. Потому что в любой момент вам уже не нужно особо ничего замешивать. Вы просто берете тот тон, который вам будет подходить. Итак, синий замешали. Следующий, фиолетовый. Он здесь не в прямую используется, но он будет очень часто... Он часто виден в смесях. Поэтому нам с вами как такой колер не основной, но тот, который необходим будет для смеси. Фиолетовый. Это синий плюс красный плюс белый. И таким же образом мы поступим. Отчеркнем немножко краски. И вот так вот с белой. И хорошенько все это промесить. Так, второй замес готов. Следующий. Так же мы с вами поступим с охрой. Кусок охры. И так же ее разбеляем. Постарайтесь, чтобы она... Чтобы вот этот замес не соприкасался с этими. Поскольку будет, ну, такой вот серенький. Хотя серого тут тоже очень много. И мы с вами неспроста закладываем первый. Вот эти вот два колера синих рядом с колерами желтыми. Поскольку у нас здесь очень много серого, и мы будем частенько брать и просто один смешивать с другим, чтобы получить оттенки серого. О сером мы сегодня еще дополнительно поговорим. Поэтому тема будет отдельная. И, в общем, все увидим. Итак, охра в разбеле. Даже можно, знаете, что сделать? Еще взять и начать с более темного. Вот с такого. Это практически чистая охра. Тут чуть-чуть беленького. Итак, вот такой вот кусок охры. Чуть-чуть выбеленный. Затем посветлее. И еще отсюда очеркнуть немножко. И третья ступень у нас будет совсем светлая. Вот я забираю все остатки белил, какие есть. И вот сюда их из расхода. Вот такой вот светлый, тепленький, кремовый. Очень приятный замес. Белилы уже закончились. Это у нас сегодня будет постоянно происходить. Поэтому давайте сразу побольше вводим. Вот такую колбаску. Посмотрите, мы с вами очеркнули белилы и для синих, и для фиолетовых. А колбаска у нас была чистой. Это все потому, что вот таким вот образом выдавливаем краску. Стараемся выдавить длинной колбасой, не одной большой кучкой. Потому что кучка сразу будет пачкаться. Так, охру замешали. Теперь давайте замешаем оттенки коричневого. А именно, у нас будет... Ага, охра закончилась. Давайте сразу выдавливать. Следующий колер. Это охра плюс коричневый. Коричневого не так много. Вот такой оттенок. Мы его не будем разбеливать. Он у нас останется вот в таком состоянии. Следующий оттенок. Наша красная коричневая с охрой также. В какой пропорции? Пропорция охры больше гораздо, коричневого поменьше. Оттенки, посмотрите, прям совершенно разные получаются. Это все из-за того, насколько сильно отличаются коричневые изначально. Ну, вот столько достаточно. Так, коричневые сделали. Знаете, сюда, наверное, еще хорошо бы взять индиго-красочку. Потому что для серых, мало того, что мы с вами будем замешивать, мы с вами еще и индиго будем выбелять. Будет у нас с вами отдельный серый из чистой краски. Поэтому, у кого есть индиго, берите. У кого нет, сразу скажу, что индиго это черное плюс синее. Либо синее плюс коричневое. Можете вот что-то из этого намешать. Я возьму индиго. Выглядит, опять же, как черная краска, но она не черная, она синеватая. Итак, индиго. И вразбели. Ой-ой-ой. Полетел, полетел. И вот такой сразу серый замес, приятный, мы получили. Тоже можно сделать такую вот небольшую градацию, начиная от самых темных. Еще давайте чуть-чуть добавлю. Закачивая самыми светлыми. Это у нас был светлый, сейчас средний. И еще темный. И тоже желательно разместить этот оттенок поближе сюда, вот к синим. Будем часто с ними смешивать все вместе. Мы стихин регулярно вытираем, он должен всегда оставаться чистеньким. Давайте сюда, раз уж у нас осталось синее, тоже потемнее вот этого замеса, сделаем побольше. Вот так вот. И теперь каждый оттенок у нас с вами состоит из шкалы, от темного к светлому. Ну, кроме вот этих коричневых. Так, давайте его возвращать на место, желтый убежал. Что у нас закончилось? Синее закончилось, добавляем. Напоминаю, у меня ультрамарин. Но можно взять любую синюю. Так, следующий замес – это розовый. Мы с вами сделаем два розовых, поскольку у нас две красных краски, и мы с вами можем сегодня вот так вот шиковать и несколько аж сразу оттенков намешивать. Это красный в разбеле. И вот, начиная от такого сильного, от такого ядерного, заканчивая очень нежным, очень таким спокойным, слегка персиково-розовым, отчеркнули отсюда кусочек и сбилили. Много белый. Огромное спасибо за подробности. Да и не за что. Главное, чтобы у всех получалось хорошо. Свои работы, пожалуйста, обязательно потом вывешивайте в альбом. У нас есть специальный альбом, где можно выставить работы по мастер-классам и получить комментарии, если какие-то, может быть, вопросы остались неразобранными, может быть, что-то непонятное, или просто узнать что-то по своей работе. И хотел бы сразу сказать, что самый активный пользователь уже через два дня, по-моему, посмотрите в группе точно, у нас будет розыгрыш бесплатного мастер-класса, любого на ваш выбор, вы сможете выбрать из нашего онлайн-магазина любой мастер-класс, какой вы желаете, и этот приз достанется участнику, который напишет самое большее количество работ по нашему мастер-классу. Кто-то из участников имеет уже по 4-5 работ написанных, поэтому если есть такое желание получить бесплатный мастер-класс, то, пожалуйста, мы вас с удовольствием примем в нашу команду. И второй розовый – это смесь Краплак плюс Белила, чуть-чуть более холодный розовый. У нас будет два оттенка. Когда я говорю холодный розовый, в нашем случае это смесь Краплак плюс Белила, когда я говорю теплый розовый, это Кадми красный плюс Белила. Это вот именно в нашей ситуации, чтобы мы с вами так вот условно приняли. Краплак разбил, все готово. И еще какой оттенок нам нужен? Давайте мы здесь сразу подготовим зеленый. Зеленый – изумруд плюс желтый. Это вот такой один оттенок получили. Пусть он остается. Он даже в таком ярком состоянии, он тоже нам понадобится. Следующий замес из зеленых – это зеленый плюс синий. Примерно 50 на 50. Темный – темный. Практически черный. Очень такой вот холодный цвет морской волны. Давайте все-таки в сторону зеленого. Сейчас я еще добавлю зеленый. Вот такой кусок. И весь замес будет уже более зеленым. И еще один замес с охрой. Охра что-то у нас сегодня тоже как-то хорошо так идет. Уходит очень быстро. Третий замес из зеленых – это будет изумрудная. Охра плюс охра. Охра вот так побольше, чем изумрудный. Вот такая вот смесь. Очень спокойная, очень тихая. В отличие от, например, вот такой вот ядерный. Ну вот как-то так. Так, можем еще один темный замешать, тоже тепленький и зеленый. Это будет зелень плюс коричневый. Коричневый я, наверное, возьму вот такой вот красноватый. Тоже замес очень темный. Очень спокойный. Еще чуть-чуть. И что мы получили с вами? У нас два оттенка светлых. Это вот такой вот спокойный зеленый и насыщенный. И два оттенка темных. Да что ж, какая у меня ядерная оказалась коричневая. Еще нужно добавить зелень. Вот, вот так уже больше похоже на правду. Как себя проверять? Темную краску берите и вот так вот в разбил. В разбил или просто растереть как следует по палитре, чтобы посмотреть, какой оттенок получился. Потому что в темноте, как вы видите, он просто черный. Итак, рассказала про светлые и получили еще два темных оттенка. Опять же, один у нас такой вот более теплый, а второй более холодный. Все. Этой смеси, этого многообразия цветов нам хватит. И давайте приступать к работе. Меняю местами. Сейчас мы с вами еще камеру немножечко подвинем, чтобы было все видно одновременно. И давайте отрегулируем камеру немножечко. Будет видно чуть-чуть под углом, но, к сожалению, просто по-другому никак. Потому что ближе камеру не смогу поставить. Вот если мы так оставим, посмотрите, так нормально видно? У меня очень-очень маленькое окошко, поэтому я просто не вижу, что у меня там происходит. Где-то так издалека только могу наблюдать. Мне кажется, что в принципе все попадает в камеру, но лучше отпишитесь вы, как там видно. Я буду пока потихонечку начинать. Сейчас возьму жесткую щетину. И давайте, кстати, тогда уж покажу, раз у нас пока такая вот пару-секундная пауза. Как храним... Так, комментарии видно. Ну все, значит так и оставляем. Как храним вообще кисти? Кисти после работы я редко мою. Я их просто вот так вот в баночку складываю с маслом. Здесь у меня обычное подсолнечное масло. И кисти у меня абсолютно не сохнут. Я их в любой момент могу достать. Они вот так вот даже не чищены. Чуть-чуть я салфеточкой их протираю и убираю вот так вот в маслице. Они не засыхают. Они всегда такие вот свежие, хорошие и в рабочем состоянии. Потом перед работой берем нужную кисть, просто обтираем тряпочкой, и она уже готова к работе. Вот так вот. Просто вытираем. Кисточка свежая, она абсолютно не засохшая, не поврежденная. В общем, удобно. Чем заменить изумрудную? Можете заменить зеленые овцы, например. Если у вас вообще нет зеленой, то тогда просто смешивайте оттенки синего и желтых. Итак, щетинкой вот такого вот формата, небольшой кистью, начинаем с вами создавать рисунок. И хотела бы сразу обговорить такой важный момент, как формат полотна. Как мы видим, у нас картинка изначально была квадратной. Та картинка, на основе которой мы сегодня будем писать. Но у меня холст 30 на 40, это более вытянутый формат, поэтому нам нужно перестроить немножко композицию, чтобы картина смотрелась уместно, чтобы картина по композиции была удачной. И, в общем-то, чтобы, в общем, глаз радовало, не было никаких особых сильных нарушений. Поэтому, если у вас холст отличается от того формата, от того соотношения сторон, которые есть на картинке, то сначала, пожалуйста, подумайте над тем, как вы перестроите композицию. Мы можем поставить холст вот таким образом, и тоже будет очень интересная работа. Но тогда нам нужно будет перестроить композицию, какие-то детальки выкинуть, какие-то добавить. Но об этом нужно позаботиться заранее. Мы не можем просто взять и вслепую начать перерисовывать на обыкаком формате. Нет, сначала мы думаем над композицией, над тем, как правильно, грамотно закомпоновать все объекты. Только лишь потом приступаем к рисунку. Я выбрала сегодня такой вот горизонтальный формат. И мы с вами немножечко растянем композицию по горизонтали и слегка сократим ее по вертикали. Так, вопрос в чате. Можно заменить изумрудную на зеленую ФЦ? Да, можно, можно. Итак, нейтральную краску беру, немножко жидкости. И таким вот охристым замесом любым из вот этих вот начинаем выстраивать композицию. Давайте сначала определим, где у нас будет располагаться дом. Ну, как такая вот центральная часть композиции дом и елочка. Мы с вами определим, примерно в каком вот здесь отношении они будут располагаться. Итак, отведем под размер дома примерно вот такой вот размер. Ну, где-то вот так, не больше. И уже исходя из этого размера, который мы с вами примем за эталон в нашей картине, мы будем исходить относительно этого размера, относительно этой высоты, мы с вами и будем смотреть на размеры елки, на размеры снеговиков и так далее. Поэтому просто, пожалуйста, примите для себя эталон вашего формата, и вот уже относительно этого выстраивайте всю оставшуюся композицию. Где у нас будет располагаться домик? Примерно где-то здесь. Сейчас сложно немножко сказать точно вам, как мы выстраиваем вот таким вот образом, как мы обычно строим. Смотрим, сколько раз занимает, ну, какая-то искомая величина. Раз, два, одна треть. Вот эта пика дома, угол крыши, это одна треть от всей ширины холста примерно. Но поскольку у нас с вами немножечко изменен формат, то мы его так вслепую и можем пересчитывать. Поэтому здесь многие размеры будут взяты на глаз, а потом мы с вами будем их редактировать. Еще какую хотела сказать очень важную вещь, что сейчас все построения, которые мы с вами построим, они не будут являться окончательными. В процессе живописи, когда мы с вами будем уже краской покрывать холст, рисунок у нас с вами будет изменяться. То есть у нас он будет постепенно редактироваться, где-то уберем, где-то добавим. Поэтому сейчас у нас такие первоначальные относительные измерения. Итак, давайте вот, решила я вот здесь поставить дом и будем относительно этого писать уже. И давайте нанизывать крышу. Величина вот такая вот. И начинаю выстраивать домик. Вот таким вот образом. Провела севую, просто мне так вот удобнее. Провела угол крыши. Сходится это, сходиться все будет там вот на линии горизонта. Обозначила направляющие, по которым идет наша крыша. И вот эти вот скаты. И давайте где-то обрубим домик. Пускай он где-то вот обрубается здесь. И посмотрите, возможно, там домик, который на дальнем плане, я, скорее всего, его уведу в такую далекую даль, он не будет таким большим и значимым, как на этой картине. Либо, 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 либо можно сместить немножечко вот в эту сторону саму основную постройку дома. Смещать не хочу, поэтому буду жертвовать вот этим вот дальним домиком. И это все, что мы сейчас видим с вами, это все происходит на первых этапах работы над картиной. Это тот этап, когда нам абсолютно не жалко опустить палец в разбавитель и взять просто стереть какие-то ненужные обозначения. Сейчас можно стереть абсолютно без ущерба, без всего. Взять всю конструкцию, перенести сюда, туда, ниже, выше, как угодно. Поэтому, к чему я так долго все это говорю и распитаюсь, это только лишь к тому, что, пожалуйста, прежде чем начинать работу в цвете, уделите должное внимание рисунку и просто расположите так объекты, как бы они смотрелись гармонично. Ну, и так, давайте там пристройку поставим. И важную вещь хочу сказать, пожалуйста, дословно не копируйте ни с образца картинки, ни с моего образца. Постарайтесь выстроить свою композицию. Может быть, еще интереснее будет поменять направление полотна, а взять, например, вертикальный формат и построить там уже картинку. Тоже будет интересно. Так, на первом этаже, давайте здесь вот окошко поставим большое. Большое окно, которое нам будет давать яркий теплый свет. Здесь вот у нас в пристройке будет дверца. И на втором этаже, конечно же, тоже окошко. Уже небольшое. Но тоже будет озвучать свет. Да, я взяла вертикально. Вот, 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 вот. К чему я и призываю? К большей самостоятельности. Взять свой вариант. Вообще, почему на любых мастер-классах мы так много болтаем? Как бы, бери, рисуй и повторяй. Нет, желательно все-таки не повторять и не слепо копировать, а желательно понимать вообще, что мы делаем на каком этапе и для чего это нужно, чтобы потом взять абсолютно другой сюжет с абсолютно другой тематикой и просто уже по-своему, уже имея какие-то знания, взять и все это повторить и абсолютно в других ситуациях применять. Потому что слепое копирование – это то, что приветствуется вот меньше всего. Примерно где-то здесь будет располагаться елка. Мы сейчас высоту обозначим, она примерно, ну, так сопоставимо выше домика. Мы ее выше и не будем поднимать. Вот так вот поставим основание. Вот здесь вот она будет. И вот такой размер. Наверное, еще пониже, пусть она вот здесь вот базируется. Сильно низко опускать не будем, чтобы поставить здесь еще группу детишек. которые вот только украсили елку огоньками и там вот смотрят, наблюдают. На дальнем плане давайте поставим еще один домик. Тоже начинайте как угодно, хоть с осевых, хоть с кубиков, как вам нравится. Он уже стоит вот так вот лицом к нам. Он уже будет менее приметный, занесенный там снежком, просто будет создавать атмосферу. Здесь окошечко, но окошечко я бы поставила вот здесь вот. Крышу у нас освободим от всего этого, окно мы посадим вот здесь вот. Так, ну и давайте теперь обозначим передний план. На переднем плане мы, кстати, тоже забыла сказать, ведем работу от самых крупных объектов к самым маленьким. Первый по крупноте и по значимости, ну не по значимости, но по крупноте, у нас был дом, дом с пристройкой, поэтому мы начали с него. Он у нас занимал большую территорию. Потом мы начали прорабатывать все более мелкие детали. Ёлка – это дом. Теперь из оставшихся объектов смотрим, какой из них самый большой. Самый большой – это ёлка с детишками на первом плане. Не ёлка, а вот этот вот снеговик на переднем плане. Мы с него и начнем. Мы сейчас с вами обозначим высоту всей конструкции. Вот где будут базироваться дети со снеговиком. Вот где-то здесь. Примерно здесь. Ребеночек чуть-чуть ниже опустится, но в целом конструкция низко не будет опускаться, потому что вот в самый край толста желательно не лепить ничего. Высоту снеговика вот где-то примерно вот здесь, чуть больше середины окошка. Практически вот здесь вот под самую крышу этого двери. Вот это наш снеговик. Опять же поставили, где начинается, где заканчивается, обозначили высоту осевую. И теперь мы его разделим на несколько частей, как это обычно и бывает у снеговиков. Три шарика. Не забываем, что любой объект мы рассматриваем как совокупность каких-то простых геометрических форм. Домик – это набор кубиков, набор пирамид, елочка вот здесь, пирамидку мы поставили. Вот этот вот снеговик – это набор шариков. Таким же образом мы, в общем-то, работаем и с любыми абсолютно предметами, даже самыми сложными, такими, как человек, животное. Просто берем и разбиваем на какие-то простые. Вот такое тело. Ну и голова. Голова не особо большая. И на нее мы там еще шляпку нацепим. Вот пока вот так. И детишки. Высоту ребенка давайте обозначим. Он где-то вот здесь вот до начала головы. Хотя даже нет, пониже, наверное. Если хотите вот прям полностью копировать, то смотрите, относительно дома, какого размера вот эти вот шарики. Мы немножко не стали это повторять, поэтому будем обозначать вот так, как в нашей картине хорошо. Вот такой высоты будет у нас ребенок. Обозначаем только высоту. Без прописки. И вот здесь где-то будет вот этот вот малыш, который там скатывает какие-то шарики, чтобы прилепить снеговику. Он будет примерно вот такого размера. Тоже обозначим высоту. Ну и здесь вот эта вот компашка из детей. Мы ее даже обозначать не будем, поскольку она абсолютно несущественна. Они небольшие. Мы это уже будем с вами прокрашивать поверх всей готовой работы. Сейчас мы даже их обозначать не будем. Обозначаем только те объекты, которые нам нужны в плане вот размеров показать. Итак, в общем-то все построения готовы. Мы с вами готовы приступить к самому начальному этапу работы. Берем большую крупную щетинку. Крупную относительно вашего холста. Вот для меня вот такая щетинка, это уже достаточно крупная, потому что у меня формат небольшой. Если у вас большой холст, то тогда и щетинка должна быть побольше. Итак, небольшое количество жидкости. И будем работать над небом. Небо у нас такое хмурое, пасмурное, не особо радужное, как это и бывает зимой. И мы с вами пользуемся всеми оттенками серого, такого голубовато-фиолетового. Ну, в общем, вот этими. И начинаем активно создавать атмосферу. Где-то примерно, опять же, примерно мы можем обозначить, будет вот здесь находиться лесок. Не копируем с образца, а смотрим, как бы у нас хорошо смотрелось. Вот у нас хорошо бы смотрелось, чтобы лес был чуть-чуть пониже все-таки, чем дом, потому что дом, на дом мы смотрим с такого вот, с вот этого ракурса. Небольшое обозначение дальнего плана, просто где он будет примерно находиться. И продолжаем создавать небо. Где-то более такие вот фиолетовые замесы. И елку мы уже перекрываем. И все наброски, какие есть, это только лишь для нас. Они нам просто будут помогать. Мы на них только опираемся, а потом перекрашиваем, как нужно. Белила, куда же вы поехали? Вот это вот как раз то, что вы видите, это неудобство работы на вертикальном, на вертикальной палитре. У вас она, скорее всего, лежит горизонтально, вам будет поудобнее. Ладно, мы попробуем вот так вот отстраиваться. Кусок, огромный кусок я вот сюда вот выношу, чтобы он был просто под рукой, потому что лезть постоянно в чистый замес не хочется, чтобы его просто не пачкать. И вот уже из этого замеса, который я смогу без проблем пачкать, что нужно вообще с ним делать, буду краску уже добавлять, забирать. Начинаем вот такими хаотичными, неаккуратными движениями создавать атмосферу небушка. В небе, как мы видим, присутствуют разные оттенки серых, где-то синих, где-то даже розово, вот такие вот охристые. Это все мы сразу с вами пытаемся закладывать. Работаем вот такими движениями, неоднородными. Кисть у нас постоянно работает в разных направлениях. Стараемся работать по-разнообразнее. Желательно не закрывать все небо вот такими одинаковыми монотонными движениями, чтобы не было одинаковых следов от щетинки по всей поверхности. Мы должны запутать зрителя, чтобы он не понял вообще, в каком направлении у нас двигалась кисточка, как ложилась краска. У нас должна быть такая целая атмосфера непонятности. Небо, оно очень живое, оно очень подвижное, оно не стоит на месте, она всегда двигается. Поэтому нет какой-то вот четкой мазковой направленности. Всегда стараемся как-то перемешать все эти клубы красок. На кисточку давим довольно сильно. Где-то добавляем розовинку даже. Вот сюда вот давайте в горизонт. Не в горизонт, а ближе к лесу. Где-то в соединении с серым. И закрашиваем все небушко. Стараемся внести как можно больше оттенков. Периодически заново набираем серый. Создаем вот эту вот клубистость. Какие-то, может быть, облачка. Не боимся эту серость опустить вот сюда вот в лес. То, что мы с вами обозначили, это опять же обозначение только лишь наше с вами внутреннее. Чтобы было удобно видеть и располагать объекты. И все ниже и ниже опускаемся. Замешиваем такой вот серовато-фиолетовый. И уже обозначаем верхушки деревьев. Обозначаем сейчас вот достаточно такой условно. Ну, на елку не будем особо. Вот примерно так. Обратите внимание, что мы совершенно без каких-то зазрений, без зазрений совести залезаем и на елку, и на дома, и куда угодно. И это правильно. Мы не должны бояться залезть в ненужные места и что-то перекрыть. Мы с вами можем взять и вот так вот абсолютно свободно смазать все, что захотим. Лучше мы с вами вот это сейчас все подсмажем, чем у нас будут оставаться какие-то белесые ореолы. Лучше в этом случае перекрасить, чем не докрасить. И на это прям особое внимание, поскольку это вот прям такая очень-очень-очень частая ошибка. И вот таким сине-сером, где-то фиолетово-сером обозначаю какую-то область деревьев. Пока просто схематично. С другой стороны, со стороны домика, таким же образом поступаем. Начинаем обозначать верхушки деревьев и уводим их вниз. Где-то замес уже идет посветлее, даже может быть вот с этим тепленьким ухристым оттенком. И еще какой важный момент. Скорее всего, вы обратили внимание, что жидкости мы используем просто минимальное количество. Как в первый раз я на кисть набрала буквально капельку, так и все, больше не добавляла. Это прям такое особое внимание уделяю этому, потому что очень часто картина бывает на первом этапе либо слишком жирная, то есть много краски нанесена, либо слишком жидкая. Когда все течет, и когда вы вот так вот пальцы прислоняете, а у вас он вот совсем прям весь мокрый, влажный, вот примерно так. Должны оставаться видны упоры пальца, чтобы тогда вы поймете, что немного жидкости и работа пойдет нормально. И спускаем вниз этот оттенок. Посмотрите, какие здесь уже оттенки интересные получаются. Сероватые. У нас с вами картина будет содержать все оттенки серого. В общем, отдельная тема сегодняшнего занятия. Как замешать серый и как получить максимальное количество его оттенков. Итак, тот же самый серенький. Когда я говорю серый, это значит, вот какие-то из этих оттенков. Где-то они смешаны с белесой охрой, тогда они будут еще более нейтральными. И вот эти оттенки серого мы с вами пускаем в снежок. Где-то он будет по фиолетовее. Вот так вот смело. Где-то он будет более охристым. Но в целом пока работаем такими нейтральными. Ну где-то можем даже синие пустить. Но синие, чтобы напрямую не смешивались с желтыми, мы будем их пускать через серый. Через серый и через кремовый. И желтыми мы будем с вами пользоваться не откровенно желтыми, вот, например, какими-то кадмиями, а охрой. Чтобы желтые были более спокойными. И только по охре какие-то, ну, такие вот желтые оттенки уже будем пускать. Снеговичка тоже сразу закрасим. Пока мы его, видите, вот так прям грубо-грубо берем. И просто обозначаем такими кругляшками. Наших детишек мы тоже замазываем. Поэтому сразу изначально на стадии рисунка не уделяйте большое внимание вот этим вот фигуркам. Их можно будет схематично прописать уже по готовой, в общем-то, картине. Сейчас вот мы не стали уделять много времени на эти фигурки. Мы только, ну, рост мы, в общем-то, определили. И теперь без зазрения совести мы берем вот так вот резко, быстро и замазываем все, что нам нужно. Если бы мы с вами 15-20 минут прописывали этих детей, ну, как-то жалко бы, наверное, было. Поэтому не уделяйте внимания тем объектам, которые нам не особо важны на первых этапах. Все это так вот промазываем. И постепенно переходим к более теплому замесу. Этой же кистью, ничего не моя, начинаем закладывать такие вот теплые оттенки. Там снежок будет подсвечен огнями дома, поэтому там снежок уже будет ближе к линии горизонта, более светлым. Сейчас у нас этот снег весь пойдет практически одним оттенком, а потом все роднообразие будем уже в процессе работы вводить. Поэтому сейчас взяли и быстренько-быстренько-быстренько вот это все заполнили. Быстро-быстро, без лишней жидкости, работа не должна течь. Так, ну и вот с этой стороны тоже там что-то такого тепленькое. Мы сейчас с вами делаем работы над... Ну, у нас сейчас второй этап работы в этой картине. Условно их можно развить таким образом. Первый этап у нас был по потолизму, когда мы готовили холст. Точнее, нулевой этап – это анализ, когда мы с вами анализировали, как поставить холст вертикально, горизонтально, как расположить, где объект. Это вот нулевой этап работы. Он всегда должен присутствовать в работе над любой картиной. Первый этап работы – это рисунок. Он не всегда есть, но вот в нашем случае он сегодня был. Мы с вами раскидали рисунок схематично, жесткой щетинкой, нейтральной краской. Рисунок сделали, все, первый этап завершили. Сейчас мы работаем над вторым этапом. Это этап – подмалевка. Когда мы закрашиваем весь холст какой-либо краской. Это может быть одна краска, а может быть сразу несколько. Вот как в нашем с вами случае, когда у нас есть объекты более холодные, более теплые, когда есть объекты более светлые, темные, и мы сразу под каждый объект закладываем свою краску. В некоторых случаях вот этот вот этап, которым мы сейчас занимаемся, может состоять из более простого, из более простой ситуации, когда мы берем и весь холст тонируем какой-то одной краской. Такое очень часто случается. Но вот в этом случае нам удобнее, конечно, закрыть каждый объект отдельно. И под каждый объект мы готовим свой такой вот подмалевочек небольшой. И вот с этой стороны тоже так схематично обозначим. И таким нейтральным давайте закроем крышу пристройки. Она не совсем светлая вот сейчас. Что тоже очень важно, что краски сейчас используют просто минимум. Посмотрите, у меня абсолютно нигде нету какого-то толстого слоя краски. Вот сейчас постараюсь вот так вот показать. Везде тонкий-тонкий слой краски. Нигде ничего не торчит. Вот это тоже важно. Поэтому вот сейчас, когда работаете над этим этапом, проверяйте себя, возьмите мастихин и вот так вот положите плоско на холст, срежьте, просто уберите лишнюю краску вот так вот. Прямо всю, по всей поверхности. Вот я смотрю, краски лишней нет. Вот там какие-то огрызочки. Это значит, что работа выполнена очень тонким слоем, так, что я сильно давлю на кисть. У вас вот здесь вот даже мышца будет иногда напрягаться. И на этом этапе это важно. И лучше вдавить посильнее краску, чем набрать ее много чересчур, либо взять чересчур много жидкости. Лучше сейчас постараться и посильнее надавливать. Так, ну и здесь где-то у нас снежок на окошке. Тоже мы его так схематично обозначим. Так, с этим мы справились. Теперь мы будем закладывать цвет дома. Ну, поскольку я хочу сейчас работать одной кистью и не очень-то горю желанием ее мыть, поэтому я протираю кисть и буду работать сейчас по степенью затемнения. То есть самый светлый у нас был в этих объектах снег. Следующим по темноте будут окна. Поэтому набираю желтую краску где-то со смесью охры. Не боимся вот такого сурового яркого оттенка, поскольку это только лишь подложка. И начинаем, опять же, без какой-либо точности, очень схематично, очень быстро просто вмазывать этот цвет в холст. Это тот этап сейчас, когда мы не должны стараться как-то сильно прописывать любые участки. Сейчас, так, эта дверь, но она тоже чуть-чуть желтоватая, мы ее потом подтемним. Это тот этап работы, когда нужно просто расслабиться и вот как получать удовольствие, просто размазывать краску по холсту. Но размазывать все-таки с какими-то мыслями непросто, как в голову взбредет. Но зато мне очень нравится этот этап работы за то, что можно абсолютно вот так вот хаотично мазать, как просто душе будет угодно. Ну и давайте покроем дома оттенками. Это коричневатый. Вот где-то здесь буду замешивать. Охра плюс коричневый. Вот так вот сразу под крышу. И вы видите, на каждом этапе, даже на этапе подмалетка, мы все-таки заботимся немножко о рисунке. Сейчас это то время, когда я могу взять и еще более точно обозначить рисунок. Высоту окон чуть-чуть сразу давайте откорректируем. Вот примером такого будет формата. Но опять же, вот так вот быстренько подмазывая, не останавливаясь на деталях. Сразу тут угол контролируйте. Если начали мазать угол какой-то поплыл, это вот сейчас самое время вот его взять и на место вернуть. И быстро-быстро-быстро-быстро можем вот там вот окошко и еще одно поставить. Вот так вот пальчиком. Просто у меня кисть уже коричневая, не хочу ее обратно в желтую вводить. И смесью этих коричневых обозначим тело нашего дома. На мелких участках можно вот прямо пальчиком вот так вот смазать. Тут вот белесый снег, снежок будет оставаться. Там все это подсмажется. Со снеговиком тоже не бойтесь перемешать. В общем, сейчас чересчур высокий какой-то сильный перфекционизм он нам будет мешать. Он вообще в принципе мешает вот в занятиях живописью. Очень многие сталкиваются с этой проблемой, когда нам хочется вот прям досконально провести каждое бревнышко, обозначить каждую точечку. Ну, это просто мы потратим на это много времени и, скорее всего, результат не будет таким красивым и живым, как бы мы этого хотели. Поэтому, если это ни к чему не приведет, зачем на это тратить время, силы, нервы? Мы просто расслабимся и будем вот так вот с вами работать в свое удовольствие. Так, и еще у нас есть один домик на дальнем плане. Давайте тоже его закроем. Он уже будет более светлым. Задаемся всегда себе вопросом. Какой объект светлее, какой объект темнее, какой объект контрастнее, какой более такой вот бледный? На дальнем плане домик у нас дальше стоит. Он будет, конечно же, менее контрастным, поэтому тени обозначаем более светлым. Вот, может быть, даже чересчур я светлым взяла, но не страшно. Вот так вот обозначаем. И все очень быстренько. А потом, смотрите, у нас остались какие-то вот такие вот просветы небольшие. Их не должно оставаться. Все должно быть перекрыто краской. Берем пальчиком и просто где нужно вот так вот подсмазываем. Даже если у нас какие-то окна смешались, все друг с другом перемешалось, то не страшно. Чем больше у нас вот таких вот каких-то нежных, мягких замесов, тем нежнее получится зима, тем удачнее будет работа. Поэтому не бойтесь вот это все подсмазать. Бам-бам-бам, и все смазали. Так, и осталась елка, которую мы еще не прописали. Будем писать той же самой кистью. Просто вытираем ее об тряпку. Даже мыть не стоит, просто вытереть. И закладываем основную массу. В этом случае с елкой, как желательно поступить? Вот посмотрите, либо мы с вами ее оставляем незакрашенной и будем сразу прокладывать вот эти вот елочные ветки. Я вам потом покажу, как это сделать. Либо можно вот так вот. Вот такого размера будет елка, а мы возьмем и по 0,5 сантиметров с каждого края у нее срежем. Подмажем цвет фона по всему периметру, со всех сторон. Вот так вот цвет фона возьмем, занесем внутрь. А все внутренности елочные, которые остались, мы с вами закроем зеленой. Я сейчас возьму вот эту темную зелень. Может быть даже чуть-чуть с такой вот теплинкой. положу внутрь и тоже пальчиком возьму и слегка вот так вот ее подразмою. Нам нужно просто пятно обозначить, где будет елка располагаться. Никаких подробностей. Все подсмазали. Ну вот мы и завершили с вами второй этап работы, когда закладывали основные цветовые и тональные пятна на нашу картину. Вся картина покрыта краской, лишнего ничего нет. А теперь очень важный такой вот момент. Проверить, все ли в порядке с подмалевком. Во-первых, проверить, нет ли лишней краски. Вот так вот срезать. Если здесь будут клубы, целые такие вот куски краски, выкидываем ее. Проверить на наличие жидкости. Насколько работа жидкая или сухая. Мы прикладываем салфетку, вот так вот промакиваем. Если салфетка будет мокрая, то несколько раз вот так вот промокнуть разными и впитать лишнюю жидкость. Если вот так вот, как у меня, чистенько, ничего особо нет, там чуть краска отпечаталась, значит, что все в порядке, значит, что мы можем уже приступать к следующему этапу. Сейчас, поскольку кто-то с нами пишет в прямом эфире, и многие в чат не пишут, не все зарегистрированы, к сожалению. Я знаю, что многие смотрят, но не пишут ничего. Поэтому сейчас у вас есть две буквально минутки, чтобы привести картину к этому состоянию, и тогда мы продолжим уже работу. Если какие-то за это время накопились вопросы, тоже есть время их сформулировать, и через две минутки мы приступим к следующему этапу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И по стопам Ван Гога... Путешествие встреча Рождества... Запланировано на конец этого декабря... А вот по стопам Ван Гога... Вы сможете пройтись в мае следующего года... 2018-го... Ну, я думаю, что Татьяна вам подробно все расскажет сама. И напомню, что пока вы... Так. Ага, Татьяна, вы здесь уже, да? Да, я уже здесь. Ага, замечательно. Вот так вот поставлю сейчас, чтобы получше помалеку. Вот так вот, прямо в камеру. И пока прочитаю, если вдруг есть какие-то вопросы в чате. Спасибо. Спасибо, комментарии вижу. Все, отлично. Ну, давайте тогда приступать к следующему этапу работы. Камеру обратно перевожу, чтобы было видно и палитру. Так, нужно ее как-нибудь так поставить, чтобы все было хорошо видно. Вот так, я думаю, нормально. Итак, мы вернулись обратно в строй. Надеюсь, что теперь у всех подмалевки такие готовы. И переходим к следующему этапу. Следующий этап, я его называю основной этап работы над картиной. Это тот момент, когда мы по уже готовому подмалевку, который нам помогает, начинаем прокладывать основные детали и прописывать всю-всю самую важную работу. Последним этапом уже будет прописка деталей и какие-то украшательства. Сейчас основной этап, когда нам нужно прямо потрудиться. Сейчас ту же самую кисть беру, которой делала все вот эти вот набросочки. Так, комментарий «Резкость на палитру идет не на картину». Напишите, пожалуйста, у всех так или вот только у кого-то одного. Давайте попробуем чуть подальше, чтобы сфокусировалась камера. Сейчас нормально? А я пока еще нарву бумажек побольше. А то у меня уже заканчивается. Кто у нас в чате присутствует, пожалуйста, напишите резкость сейчас на картине. Нормально ли все? Ну, а я тем не временем успела еще бумажечек зарвать. Да, комментарий вижу, что все хорошо. Ну, тогда поехали. Сейчас беру кисть, ту же самую щетинку, достаточно широкую, которая прокладывала всю массу. И будем работать уже над... Ну, также пойдем, начиная с неба и заканчивая вот этим лесом. Поскольку чуть-чуть зеленая краска осталась на кисти, то я, пожалуй, начну не с неба, а все-таки с деревьев, потому что если какое-то зеленое, ну, какое-то зеленое пятно вмешается в деревья, то, в общем-то, ничего страшного. В небе все-таки нежелательно скорее. Работаем над лесом. Лес у нас в каких-то участках такой вот темноватый. Где-то есть и светлые просветы, но вот светлые мы будем оставлять с фона. Сейчас мы возьмем и подобозначим вот эту вот форму. Удары абсолютно такие вот легенькие. Ударить и с небольшой протяжкой. Ударить и с небольшой протяжкой. Кое-где. Не везде. Где-то даже остаются просветы небольшие. Сейчас работаем смесью синего плюс фиолетового. Можно сразу параллельно работать над правой и левой частью. И вот такую вот гряду создаем деревья. Не хочу прописывать такой вот сероватый лес. Хочется все-таки небольшой какой-то оттенок добавить. Если хотите более серый, то можно подмешать в эту смесь коричневые. Тогда будет более серый, более нейтральный замес. Чередуем оттеночки. Залезаем на крышу. Напоминаю, что абсолютно не боремся залезть на соседние какие-то участки. И вот так вот прокладываем. Где-то там вот за крышу он уходит этот лесок. Вот здесь, может быть, даже повыше деревца стоят. Вот и там какая-то зеленка попалась. А, ну это у меня вот с палитры. Но вот в оттенках леса это даже интересно смотрится. Проложили эту массу. И какие-то ляпушки опустили прямо до низа. Тоже, пожалуйста, следите, чтобы текстура объекта была примерно одинаковой. То есть если вы вот такими ляпушками набили верхушки деревьев, то низ, ну не оставляйте абсолютно гладким. Хоть какую-то, создайте там ряд, будто там есть какие-то мазочки. Не обязательно они должны быть прописанными, просто хотя бы чтобы они были. С этой стороны тоже. Вот я чуть-чуть коричневинки добавлю. Где-то такая вот нейтральная полоса. Где-то более сине-фиолетовая. Ну вот там за домиком тоже что-то можно показать. Кое-где. И продолжаем набивать. Можно холстик придержать с одной стороны, чтобы он не слишком туда-сюда вот его козявило. Сейчас мы создаем какую-то массу, такой вот деревьев, а потом уже будем поверх прописывать ветки. Поэтому вот сюда вот внутрь желательно тоже поразнообразнее оттенки добавить. Не знаю, как сейчас на камере передается, но сейчас вот здесь вот такое богатство сини-серых оттенков. Где-то вот такая вот более теплая золотистость появляется, где-то все-таки холодноватая синева остается. Но завтра утром при дневном свете я картину сфотографирую и выложу. Там можно будет рассмотреть все-все-все детальки, все оттенки. Ну почти все, что камера возьмет. А вот сейчас, не знаю, насколько в прямом эфире вот это все хорошо видно. Надеюсь, что все-таки что-то видно. Ну и в любом случае по озвучке и вот по всем замесам, я думаю, понятно, какие оттенки у нас получаются. И вот так вот закидываем все, что осталось. У нас остаются ляпушки на фоне. Сейчас мы возьмем какую-то небольшую кисть. Можно вот такого формата. Тоненькая щетинка, синтетика круглая. Хорошенечко ее вытираем. Она у меня в масле. И сейчас жидким замесом мы будем обозначать ветки. Коричневый плюс синий. Такой вот темный. Где-то чуть-чуть белизны в него добавляем, чтобы он слегка посветлел. Либо белизны, либо охры. Вот следите, чтобы такая вот нейтральная была краска. Это темно-темно-темно-серый. От того, сколько вы возьмете синего и коричневого, будет зависеть. Либо это будет такой теплый серый, либо холодный серый. Опять же, повторяю, жидкой краской. Начинаем создавать вот эту вот массу деревьев. Работаем очень легко. У нас кисточка вот так болтается на двух пальцах. Мы ее совсем не держим. Вот как она идет, так и идет. Стараемся все-таки более такие вот рваные резкие движения совершать, чтобы достаточно живыми были деревья. Основание потолще. А потом меньше и меньше нажимаем на кисть. И все верхушки у нас уже такие вот более тонкие. Сейчас обозначим ствол, а к нему уже много-много веточек. Когда деревья лысые, то создается впечатление, что там столько много-много-много какая-то там репь творится на дальнем плане. Иногда даже не совсем понятная. Поэтому где-то вот с фиолетовым оттенком мы просто создадим вот это вот движение масс. Хочу показать поближе в камеру. Посмотрите, у нас движение. Вот такие вот резкие, отрывистые, и где-то остаются засечки. Вот по этим засечкам мы определяем, где будут у нас прикасаться следующие веточки. Раз засечка, можно уже отвести следующую ветку. Два засечка, тоже можно отвести следующую ветку. И как-то вот так жирее они получаются. Опять жидкость. Больше фиолетовых. Хочу прописать дальний план. На дальнем плане они будут, они, ветки, будут нейтральными такими, будут еле заметны. И на дальнем плане можно вот так прям взять и прописать много-много-много веточек. В этом случае, вот в нашем случае, лучше основание, даже чуть-чуть ниже, чем нужно, опустить, чтобы у нас деревья не висели в воздухе. Потом мы возьмем это все вот так вот припорошим, снега накидаем и уберем лишний корень. Но лучше сейчас чуть-чуть их побольше заложить, чтобы деревья в воздухе не висели, и потом не приходилось приписывать им основание. Где-то фиолетовинку просто вот так вот оттенком пустили. И создали эту массу. А в вертикали, вот в этих участках, уже как-то посерьезнее отнестись, взять и попрописывать вот эти веточки. Где-то они будут совсем тоненькими, где-то можно их убрать, если лишние есть, появились. И можно сразу постараться сгруппировать веточки в отдельные деревья. И ближе вот туда к кончикам дать уже им такую свою свободную жизнь. Сейчас идут смесь фиолетового плюс оттенков коричневого. Все более такими ветвистыми, кустистыми они становятся к махушке. И тоже не бойтесь сейчас заходить на крышу дома. Где-то опять же чуть-чуть посинее взять. И над пропиской веточек можно посидеть сколько угодно. В общем, тут просто сколько душа пожелает. Какие-то можно подобъединить, подсмазать. Где-то прямо поверх добавить вот этой вот листвы. Ну, там не листва уже, а такая вот сухая смесь веточек. И дальний план у нас превращается в такую вот голубовато-серую массу. То же самое проделываем с другой стороны. Только там уже меньше прописки. Там все-таки больше уже дальнего плана и больше идет такая вот смесь. Где-то добавим охорочки, особенно вот сюда вот в корневище в основании. Кое-где. То, что не подзамазалось, еще раз подзамазать. И таким образом. И таким же способом прописать веточки на дальнем плане. Опять же, где-то более нейтральные фиолетовые. Где-то больше серых. И побольше уже добавлять жидкости, чтобы краска скользила лучше. Где-то еще раз в первом месте. Где-то еще раз в первом месте. и подраскидали дальний план там уже за елочкой особо видно не будет ничего поэтому схематично достаточно и кое-где можно еще поработать над небом можно в принципе прямо пальчиком где-то чуть-чуть вот это вот розовинку выписать мы с вами будем еще и оттенки менять поэтому не бойтесь ни в коем случае этого делать где-то добавим такого мягкости нежности раза розоватый вот такой вот пальчик регулярно вытираем пальчик у нас сопоставим мастихина у нас всегда должен находиться в чистоте опять же где-то вот эту розоватость давайте пустим тем самым можно подрезать макушки деревьев где считаете что лишнее где-то можно внедрить такой вот кремовый персик кого это розовый плюс охор в разбили и можно вернуть обратно вот этот вот лес там где ну розовый на контрасте с синим очень удачно будет смотреться здесь вот в зимнем пейзаже пальчик вытираем кое-где добавляем синеватый чересчур с насыщенностью тоже стараться не перебарщивать но где-то почему бы нет можно и добавить какой-то яркости а где-то вступает в силу серый такой вот нейтральный палец как можно чаще вытираем он всегда вот так вот такой процесс набрали положили вытерли набрали положили вытерли где-то вступает в силу такой вот более охристой его хорошенечко внедряем вот сюда вот в розовинку пальчик работает всей поверхностью где-то работает вот это вот подушечка где-то боковые области где-то сама пипка не работаем всегда только пипкой вот такими вот движениями часто такое встречается когда пальчиком стар работаем вот только одной областью остальное не задействовано нет работаем всей поверхностью иногда даже целым пальцем целыми целой ладошкой иногда всеми пальцами иногда одним а иногда вот целой подушечкой в общем вот это вот это такой же инструмент как кисть как мастихин и мы его используем во всех во всех удобных проявлениях стараемся его построить под себя и вот ближе к линии горизонта куда-то внедрим еще такую вот охристую теплоту ну и какие-то более темные отечественные тоже не бойтесь внедрять совсем темные поскольку у нас весь фон в общем то такой вот белесый и вот эта темнота нам быстро исчезнет она быстро раствориться в белом и посветлеет и макушки тоже где-то можно чуть-чуть доработать такой вот синий фиолетовый давайте с этой стороны тоже внедрю и Продолжение следует... 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 Более такими отдаленными от вас. Давайте вот там одного мальчонку поставим. Стоит в штанишках, весь в курточке. Они пытаются заглянуть вот сюда в окошко. Смотрите, один малыш смотрит вот в одно окно. Чуть-чуть побольше его сделаем. Он вот в таком большом пальтишке. Все же раньше в таких больших ходили. Можно у шапочки помпончик какой-то дать, но не слишком яркий, конечно. По нему с правой стороны свет от окошка. Там, конечно, не будет такой сильный свет, поэтому чуть-чуть совсем. Давайте толпу парней вот здесь вот нарисуем. Один уже заглянул в окно. Уже наблюдает, что там происходит. Тело. Такое вот подготовленное, чуть-чуть наклоненное. И ножки. И вот он на таких полусогнутых стоит. И подглядывает, что происходит за окном. И стоит аккуратно, чтобы его никто не заметил. И не понял, что он там делает. А они все подобрались к домику и что-то там затеяли интересное. Наверное, в этом доме живет их друг, которого на улицу не пускают гулять. И вот они пришли выяснить, как там и что. И может быть его вытащить. А здесь вот еще один мальчик маленький. Он его тянет за руку. Говорит, пойдем уже, пойдем. Сейчас нас спалят. Такой вот маленький брат, младший. Он натягивает его руку на свою. Говорит, пойдем отсюда, хватит уже. И вот туда еще одну ручку. И чуть-чуть давайте подлиннее этот кафтан. Подлиннее. У всех такие вот шутки длинные. Пойдем, говорит, хватит там уже стоять. Давайте поближе, наверное, приближем. Покажу, что у нас получается. Вот такая вот ситуация. И один какой-то стоит и совсем ему безразлично. Он спокойный, он уже не переживает. Если что, он знает, ему не влетит. Вот этих вот первого заметят. Он спокойный. Стоит здесь и поджидает. Чем там дело обернется. Вот так вот. Можно ему так вот руки в карманы, руки в боки. И он просто наблюдает. Но с интересом. Всем же интересно, что там происходит. А на досуге можно посидеть и там какое-то действие тоже прописать. Чтобы не просто так они там заглядывали, а обоснованно. Там, может быть, за столом вот они все сидят. Вся семья. Так, здесь у нас совсем другое действие происходит. Здесь уже ребята вышли на улицу. Все гуляют, все поют и пляшут. Здесь будет сложно нам немножко работать. Сразу предупрежу. Потому что елочка все-таки достаточно жирно прописана. Поэтому какие-то моменты, может, сейчас мы вот в этих областях не совсем до конца допишем, а уже будем дорабатывать по-сухому. Но принцип будет абсолютно такой же. Сейчас мы уже более темный замешаем. Здесь вот давайте одного с шапочкой. Пусть там такой вот легкой охорочкой виднеется лицо. И тело покажем. Весь укутанный стоит. Все там такие вот укутанные. Можно им шарфы какие-нибудь интересные придумать. Вот видите, вот сейчас очень много белой краски на фоне, поэтому все фигуры немножко вот так вот белеют, смазываются. Но ничего с этим не поделаешь, к сожалению. Поэтому просто все, что сейчас чересчур побелело, это просто оставляем на работу домашнюю и просто потом еще чуть-чуть доработаем, когда она уже подсохнет. Поэтому сейчас вот как возможно. здесь вот еще один малыш стоит. Совсем такой вот маленький, чей-то младший братик. Может, сестренка в таком возрасте в каких-то меховых шубах не отличишь. Кто это, братик или сестренка? Вот посмотрите, сколько белой краски, как она сейчас здесь мешает. Ничего просто, к сожалению, здесь с этим не поделаешь. Ну вот просто так оно есть. Это нужно принять за факт. И просто не переживать. Если, вот хочу сразу предупредить, если у вас сейчас не будет это очень хорошо получаться, не переживайте, картина высохнет. И тогда вы уже сможете в полной мере абсолютно свободно, абсолютно спокойно все это прописать. Поэтому если сейчас тяжело работать по-сырому, просто отложите этот момент, потренируйтесь на каких-то небольших кусочках, может быть, на маленьких холстиках или просто на бумаге вот эту сцену прописать. А потом по-сухому просто все это допишите. И здесь еще один такой вот мальчуган большой. Но вот здесь вот сейчас будет прям совсем очень не сладко. Поэтому что мы с вами сделаем? Мы сейчас вот пока так оставим. По-сухому я еще пройдусь и пропишу вот эту вот мальчишку с собачкой. Потому что сейчас будет тяжело совсем. Тут вот совсем сырая краска. Но принцип будет такой же. Давайте мы вот эту сцену пропишем. Тоже постараемся прописать так, как получится. Так как совсем влажно все. Ну и что мы делаем? Давайте вот здесь вот поставим парнишку. Вот здесь вот он стоит, красавец такой в шапе с помпоном. Там личико тоже по-сухому взять и прописать ему носик вздернутый. А сейчас мы пока просто вот так вот пятнышком обозначим. Смотрите, какого здорового снеговика мы построили выше, чем сам. Можно, наверное, покрупнее чуть-чуть взять. Наверное, слишком мелко. Давайте покрупнее возьмем. И шапку побольше, и помпон посерьезнее. Ну и лицо побольше. И он в своей шубке тянется туда, чтобы руку снеговику приделать. Вот здесь вот, помните, мы говорили, чтобы поаккуратнее работать с большим количеством белого. Если белого очень много, то что нужно сделать? Берем маленький мастихин и лишний вот так вот срезаем. Лишнюю краску. Прямо так. Не очень много лишний, но вот в этой области, посмотрите, вот столько нам мешало. Сейчас тоже будет чуть-чуть смазываться, но поменьше. Пальчиком вот так опираемся и прописываем. Вот уже, видите, полегче оно как-то идет, но все равно. Сначала обозначаем вот такой вот образный силуэт. И еще пошире шубку. И вот так вот он тут старается. Можно ему варежки какие-нибудь придумать. В общем, здесь такая вот интересная работа. Я очень люблю такие сюжеты, где что-то происходит, какие-то события. И шубку ему вот сюда вот продлить. Если нужно, то просто берем глубинку и чуть-чуть повыше поднимаем ножки. Ну и еще один красавец у нас тут ползет и собирает сугробы. Тоже давайте ему обозначим шапочку. Как он тут будет сидеть? Такой вот присогнувшийся. По-белому опять посмотреть, сколько лишнего. Давайте уберем. Еще нарву бумаги опять закончилась. Подорвали. Подорвали еще бумаги и продолжаем. Постоянно кисть вытираем, потому что много, опять же повторюсь, краски белой на холсте. И у нас кисточка постоянно теряет свою темноту. Поэтому нам то и дело приходится добавлять краски и обновлять ее. Потому что вот уже просто, ну, по-другому никак. Там вот собирает он снежочек. Давайте к моему шапочку наденем. Здесь можно еще оттенками поиграться. У кого-то красная шапка, у кого-то зеленая. Это опять подкидываю идеи домой. Спасибо. 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 Ну и, конечно, какой-нибудь, давайте большой-большой шарф тоже приделаем. Зеленый. Где-то еще темноты. И, конечно же, еще более темно обозначить участки вот тут вот на шубке. Либо барышки, либо барышки. Либо руки. Пятнышко поставить. Можно пятнышком прямо обозначить варежки. Вот уже где везде какая-то движуха происходит, что-то везде творится. Уже что-то интересное появилось. Давайте поставим, зажжем звезду на нашей елке. Сейчас попробую найти какую-нибудь чистую кисть. Ну или хотя вот сейчас вот это вот мою. Так, звезду мы хотели поставить. Давайте. Можно, знаете, вообще даже как сделать, пожалуй, свечение мы сейчас создадим. Вот такое вот желтое. Охручку мягко растушуем. И поставим звезду. Здесь, конечно же, чуть-чуть помягче все-таки вот это вот свечение. Внутри белым чуть-чуть ярче подожжем. И потом еще и теневые какие-то можно будет туда поставить. А сейчас мы с вами мастихином будем раскидывать огонечки светящиеся. Набираем. Давайте какие-то яркие. Вот, например, красные. Такими целыми кругляшками. Вы знаете, как можно сделать? Вот так вот отчеркнуть краску. Раздавить ее по поверхности палитры. Мастихин вытереть. Сейчас работаем рыбкой. Круглым мастихином. Вот столько краски набираем, а начинаем раскидывать огонечки. И стараемся создать вот этот вот круглый шарик. Вот такой вот каплевидный. Вот так вот. Какие-то шарики побольше, какие-то поменьше. Но сейчас работаем уже густой краской. Уже ее много. И желтый вокруг. Вот такой вот желтизной. Вот так вот. И внутри более светлым. Внутри красного таким вот розоватым. Кто еще не зарегистрирован на нашем сайте, то приглашаю вас зарегистрироваться, поскольку сейчас каждый новый зарегистрированный участник получает три мастер-класса в подарок. Это рождественские собачки и такой вот милый-милый рождественский ангелок. Очень красивый малыш. Там очень интересная техника рассмотрена. В общем, интересный мастер-класс. И внутри желтых вот такие вот белесые. Можно белесые, а можно слегка такие вот желтоватые. Ну и где слишком много вернуть больше желтого? Конечно же, какие-то гирлянды давайте повесим. Создадим праздничную обстановку, атмосферу. Вот белый опять поехал. Сейчас я его обратно уберу. И такие вот желтоватые, белесые. Можно даже где-то с оранжевинкой. Вот такие вот гирляндочки мы сейчас раскидаем. Другим мастер-классом срежу лишнюю краску. Этот вот здесь вот тоже много. И вытираю его. А потом обратно набираем. И вот здесь тоже давайте. Сначала мы, чтобы не забыть, конечно же, вот этот вот снежок, который скатился по крыше. Чуть-чуть голубинки добавим в теневые. И здесь тоже какие-то такие вот скаты сосуличек тоже могут быть. И теперь раскидываем гирляндочки. Можно вот так вот прямо. Вот так по окошку. И вот здесь вот по крыше. Ну и там вдалеке тоже давайте пусть будет праздничное настроение. Уже менее такие вот контрастные вот эти вот удары. Но где-то есть. Мы стихийно как следует вытираем. И уже более таким вот желтоватым светом можем показать какие-то отдельные моменты. Чуть-чуть, кое-где. С этим не перебарщиваем. Во-первых, чтобы грязи не появилось. А во-вторых, ну, чтобы просто какую-то гармонию соблюдать. Вот там около окошечка подсветим. Вплоть до снеговика. У елочки тоже будут гореть. Какие-то освещенные места тоже будут. Чем ближе к нам, тем уже меньше таких вот вещей остается. Чуть-чуть приподнимем. И более таким вот розовато-охристом сюда вот какой-то свет тоже занесем. Работаем сейчас очень-очень-очень легко. Стараемся не перебарщить с нажатием. Вот от этого окошечка тоже какой-то легкий такой вот свет тоже там будет идти. Можно взять небольшого формата кисть и какие-то участки светлые туда еще добавить. Зажжем чуть-чуть светик. Вот здесь вот тоже можно. Но там уже чуть-чуть пожелтее, конечно. На самих мальчишках тоже мы покажем чуть-чуть свет. Такой вот контровой. Ну и конечно же на этом. Сначала идем через такую охручку. А потом можно даже где-то желтоватые добавить. Вот так вот аккуратненько. Но с желтыми не перебарщиваем. Если хочется желтых, то лучше все-таки в сторону охры. Здесь, наверное, слишком желтая. По самому снеговику тоже можно пройтись. Так, можете... И какие-то освещенные участки еще разочек подчеркнуть. Вот такой вот у нас снеговичок получился. Ну и сейчас уже завершающий этап. Расставляем акцентики, просто какие-то мелочи прописываем, ну и так далее. Где-то добавить больше теней, например, вот здесь вот под сосулечки. Можно какие-то сосульки даже подразбить слегка, некоторые. И так далее. И можно что еще сделать? Можно, в принципе, картинку насытить снегом. Давайте решать, будем мы вот эти вот снежинки раскидывать или нет. Если будем, то раскидываем, ну вот таким вот образом ударяем кисточкой, щетинкой. Можно взять даже чуточку побольше. Что я сейчас сделаю? Сейчас я возьму палитру уже горизонтально. Намешаю краску белила. Чуть-чуть, может быть, розовый оттенок. И это все достаточно жидко. И сейчас я проверяю на палитре, как оно стреляет. И немножечко прострельнем нашу картинку. Так, сейчас вот тут у меня дело все поедет. Я, наверное, в горизонталь уже уберу. Потому что нам уже палитра особо не нужна. Поэтому что сейчас делаем? Картину уже более горизонтально кладем. И начинаем скидывать снежок. Стараемся это делать нейтрально. Посмотрите, вот такие вот маленькие легенькие ударчики получаются. Слишком жидко не стоит набирать. Вот если где-то такими вот полосочками он скинулся, то это мы потом подотрем. Вот так вот просто берем и лишнее убираем. Нам нужно, чтобы у нас такие вот легкие-легкие-легкие были крапинки. Поэтому не перебарщиваем с жидкостью, но и совсем сухой тоже это не получится сделать. Поэтому сейчас вот так вот с высоты несколько раз ударяю. Кое-где остаются вот эти крапинки. Сейчас мы накидаем эти крапинки, а потом лишние какие будут, если мы посчитаем, что они лишние, то мы их уберем. Стараемся не под углом вот так вот смахивать, не под углом, а вертикально. Вот так вот поставлю. Можно даже другой кисточкой вот так вот бить по одной кисти. И будет тогда еще удобнее. Я сейчас немножечко закидаю, а потом можно будет еще добавить. Итак, в общем и целом, что у нас получается в сухом остатке? Вот так вот слегка мы подзакидали снежком. Давайте поближе покажу. Уже поатмосфернее картина стала, правда? Какое-то настроение создалось, что-то такое интересненькое. Вот какие-то лишние капельки вот тут, видите, вот такими прям полосочками пошли. Мы просто так пальчиком аккуратненько берем и затираем. Оставляем вот такие вот одинарные, единичные. Сейчас просто пройтись где-то пальчиком и вот убрать лишние вот эти вот штучки. Ну что ж, это все. Над этим этапом, когда мы раскидываем снежок, можно посидеть поактивнее, пораскидывать. Можно даже по сухому то же самое поделать. Ну, в общем, сейчас такая вот задача интересная, задача творческая. Вот такую картинку мы с вами сегодня написали. Я надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс, что было интересно. Может быть, что-то новое вы для себя открыли. Я надеюсь. А если не новое, то хотя бы закрепили знания, которые уже были. Картинка у нас получилась очень атмосферная. Завтра я при дневном свете ее сфотографирую. Вы сможете посмотреть все детали, какие там, что, как получилось. Напоминаю, что обязательно выкладывайте свои работы. У нас сейчас проходит конкурс. Кто написал самое большое количество работ по нашим мастер-классам получает в подарок один любой, абсолютно любой, на ваш выбор мастер-класс из нашего онлайн-магазина. Там абсолютно такое большое разнообразие мастер-классов на разные темы, на разные техники. Поэтому из чего выбрать, это точно будет. Я буду сейчас потихонечку завершать трансляцию и хочу рассказать вам о наших новых интересных мастер-классах, которые недавно только совсем появились и есть, что вам новенького рассказать. Если какие-то вопросы сейчас появляются, то, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте в чат. У меня будет пару минут, чтобы посмотреть и ответить на все вопросы. Сейчас я потихоньку буду перестраиваться к другому экрану. И мы с вами еще пару минут поговорим. Итак, я переключаю свой экран на рабочий стол. Продолжение следует... И вот сейчас у вас на экранах должен появиться мой рабочий стол. Давайте я вам расскажу, какие интересные события мастер-класса нас с вами ждут в ближайшее время. Во-первых, хочу вас пригласить на наш закрытый мастер-класс, который называется «Городская романтика». Посмотрите, мы с вами будем писать вот такую вот атмосферу городского романтического вечера, когда вся улица озарена масляными фонарями, когда бегут колесницы, повозки по улицам, где такая вот атмосфера просто необычайной красоты, необычайной радости и такого невероятного свечения царит в вечернем городе. Это все дело состоится у нас 9 декабря. Мастер-класс будет проходить на нашей собственной платформе. Наконец-то мы это сделали. Давно уже обещали провести на своей платформе мастер-класс, и вот наконец-то это свершилось. 9 декабря будет закрытый мастер-класс, на который я вас с радостью, с приливким удовольствием зову. Будет интересно, будет познавательно, разберем много всяких разных интересных фишечек. Стоимость мастер-класса 600 рублей всего. При этом вы участвуете в онлайн-мастер-классе, вы с нами пишете в формате онлайн, задаете вопросы, также мы с вами общаемся. Помимо этого, после завершения мастер-класса вы получите его запись. Поэтому всегда можно будет посмотреть и продолжить рисовать, если не закончите. Еще одна интересная картина – это такая вот рождественская сказка, которая написана масляными красками. Я вам предлагаю вместе со мной окунуться в такую сказочную рождественскую атмосферу и получить просто невероятное удовольствие от работы, от выписывания таких вот милых, милых, чудесных рождественских удобников, где царит атмосфера любви, праздника и вот такой вот нежности. Работаем очень интересными приемами, все подробнейшим образом рассказано. Здесь мы писали картину больше четырех часов. Максимально подробно, вот подробнее уже некуда. Поэтому не бойтесь, у всех получится, у всех просто шикарные работы вот нам выкладывали ребята. Поэтому не сомневайтесь, что получится у всех такая картина. И еще несколько событий, которые у нас будут в ближайшее время. Это арт-путешествия. Хотел вам презентовать наше путешествие. Сейчас я вам более подробную информацию покажу. Вот так вот. Горящее путешествие, которое называется Рождество в Европе, неспроста оно так называется, событие произойдет в декабре этого года прямо на католическое Рождество. И здесь я вас приглашаю к нам в гости в Чехию. Мы с вами еще отправимся в Германию. Это у нас такая будет очень насыщенная поездка, где мы наберемся максимальное количество впечатлений и проведем с вами Рождество в просто такой сказочной атмосфере. Все, что мы с вами писали в последнее время, все эти сказки, вот это я вам предлагаю прочувствовать просто самим. Давайте расскажу подробнее, какие у нас события будут проходить. Первый день – это место встречи. Мы встречаем вас из аэропорта, доставляем в гостиницу, у нас будет организационное собрание, где мы расскажем, как вообще, что будет проходить. Ну, и такое вот совсем-совсем-совсем все детали я расскажу касаемо встречи. Конечно же, мы с вами расскажем всю информацию, которая необходима. Если у вас будут вопросы по, ну, по каким-то таким бытовым, житейским вопросам, это все вы расспросите, со всем поделимся. Второй день сразу будет насыщенным. С утра мы с вами отправимся на обзорную экскурсию, где рассмотрим самые основные достопримечательности и красоты старого города. А вечером отправимся в увлекательное мистическое путешествие, которое называется, ну, так и называется, прагомистическое. Экскурсию нам будет проводить с вами такая вот нечистая сила, проведет по самым загадочным и укромным уголкам Праги, расскажет мифы, легенды, и мы с вами просточаем даже привидения на улицах старого города. Это вечерняя ночная уже такая прогулка, которая завершится невероятными впечатлениями. Третий день, этот день интересный, когда мы с вами отправимся в самый, ну, не хорошо, в один из самых красивых замков Чехии. Это замок Карлштейн, назван в честь короля Карла IV. Посмотрите просто, какая красотень там творится. И одно такое уникальное событие, которое мы с вами застанем, которое, к сожалению, не застать в остальное время года, это такая вот сказочная выставка, экспозиция Бетлем, где мы с вами пронаблюдаем становление, рождение Иисуса, и вот все вот эти вот библейские темы, библейские мотивы и сюжеты, там двигаются все игрушки, вы попадаете в такую сказку, где, ну, в общем, просто окружает вас вот эта вот рождественская сказочная обстановка, и все происходит прямо вокруг вас. Посмотрите, какая красота. А это еще все в темноте светится, двигается, в общем, красота. Там же можно будет попробовать пряники, такие вот рождественские, кстати, очень вкусные. Это все будет в третий день. Четвертый день – это поездка в сказочный город Нюрнберг. Поездка на целый день. Мы с вами там проведем целый-целый день, это начиная с утра, часов, наверное, с сини, и до поздней-поздней ночи, то есть приготовиться, набраться сил, выспаться как следует, чтобы отправиться в сказочный город, где царит просто невероятная атмосфера. Нюрнберг, по-моему, один из самых красивых городов Германии, вот именно на Рождество, потому что то, что там происходит, не происходит нигде. Там очень красиво. Мы с вами обязательно на ярмарке сходим, попробуем какие-то вкусняшки, выпьем Гринтвейна и какие-нибудь сувениры купим. День пятый – это мастер-класс. Конечно же, мы обязательно с вами будем рисовать. Рисовать будем в теплой обстановке, в уютной студии, где каждый из вас сможет выбрать свой сюжет. Тема рождественская, но при желании вы сможете выбрать абсолютно любую тему, и мы с вами будем писать, ну, в общем, такой вот мастер-класс пятичасовой. Целый рабочий день. Это что касается пятого дня. Шестой день у нас с вами начнется с экскурсии «Рождественские традиции Чехии», где мы с вами отправимся в очень красивое место в Праге. Это место не туристическое, не каждый туда доходит. Это Карл… Ой, простите, это Вашеград. Там очень красиво, и мы с вами проведем там очень интересное время, где поговорим о легендах Старой Праги, которые связаны непосредственно с этим местом. А поверьте, там место абсолютно мистическое, там на самом деле происходило очень много событий, тех, которые невозможно объяснить. И мы с вами погрузимся в эту атмосферу тайной загадки и проведем просто незабываемое время. А вечером нас с вами ждет уже Рождество, потому что мы с вами оказываемся в самый-самый канун Рождества, здесь, в месте, где просто этот праздник отмечают наиболее, считают наиболее важным в году. Это самый главный праздник в году. И у нас с вами будет ужин по-старочешски. И мы с вами, естественно, попробуем все национальные блюда, которые чехи кушают на Рождество. Это, конечно же, карп, это... Ну, в общем, не буду вам все рассказывать, чтобы сохранить какую-то хотя бы тайну. Но ужин будет вкусным. Будем вместе с вами праздновать, будем отмечать. Ну, в общем, проведем просто очень здоровое время. И последний день – это свободный день, где вы сможете просто насладиться городом, может быть, сувениры докупить какие-то, ну, и просто вот так вот по мелочи. Кто-то уже будет летать, и мы вас доставим в аэропорт. Итак, поездка. Это предложение сейчас по очень приятной цене. Стоимость программы всего 27 тысяч рублей. Чтобы записаться в группу, необходимо внести предоплату 1000 рублей. Потом эту сумму можно разбить на два платежа. Естественно, 1000 рублей она вычитается с 27, и 26 вы можете разбить на... Ну, в общем, на несколько платежей и оплатить по частям. Стоимость входит указанной в программе все экскурсии, путешествия, включая транспорт, все поездки в замки, в Германию, ну, в общем, везде, везде, куда мы поедем. Это все включено в стоимость. Ничего дополнительно платить не нужно. Далее. Мастер-класс. Масляные краски, холсты, мольберты. В общем, все мы предоставляем. Вам с собой ничего не нужно брать. Картины потом упаковываем, и вы ее забираете. Далее. Рождественский ужин тоже включен. Все еда, напитка, все это включено, поэтому тоже не стоит об этом заботиться. Ну и бонус. При бронировании места в ближайшее время вы получаете в подарок трансфер из аэропорта в отель и обратно. Дополнительно приобретается авиабилет из вашего города до Праги и обратно, проживание, питание, виза, если у вас нету шенгенской визы, загранпаспорт, если у вас его нет, и турстраховка на время поездки. Каждому участнику бесплатно предоставляется информационная поддержка, если у вас есть вопросы, как получить визу, какие документы надо оформить. В общем, все-все вот эти нюансы вы можете доверить нам, и мы вам поможем. Это все бесплатно, и мы консультируем всех и помогаем всем. Проживание в отеле «Четыре звезды» с завтраками стоит 12,5 тысяч рублей за 6 ночей. Это при двухместном размещении. Кто хочет с нами отправиться в эту поездку, милости просим. Ну и сразу вам расскажу о второй поездке, которая состоится в мае этого года. Это путешествие, которое называется «По стопам Ван Вога». И из названия, конечно же, уже понятно, что вся поездка будет посвящена великому мастеру. Это Винсент Ван Вог. Поездка состоится с 14 по 24 мая 2018 года. И мы с вами объедем, ну, на самом деле, вот всю Европу с севера до юга практически. Захватим Голландию, Бельгию, Францию, спустимся на самый юг, на Лазурное побережье и отправимся обратно на север. У нас будет очень такая насыщенная длительная поездка, которая, вот посмотрите, длится прямо сколько там, целых 11 дней. Сейчас расскажу подробнее, что у нас будет проходить. Сейчас расскажу достаточно быстро, но вы здесь можете подробнее прочитать и посмотреть, конечно же, фотографии и познакомиться с программой поближе. Первый день встречи в Амстердаме. Хочу сразу сказать, что встреча и отправление все в одном городе, в Амстердаме. То есть вы покупаете из своего города билеты в Амстердам и обратно, все. Это единственное, что вы делаете самостоятельно. Потом вы полностью под нашим чутким наблюдением из аэропорта вас встречают, далее программа, в аэропорт вас отвозят. Все, никаких сложностей, ничего вам, в общем, ни о чем заботиться не нужно. Проживание, естественно, в ходе поездки все обеспечено. Ну, в общем, просто вы доверяете нам свое времяпрепровождение и просто наслаждаетесь с нами этим временем. Итак, первый день встречи в Амстердаме. Город, пожалуй, один из самых красивых, которые я вот в своей жизни видела. Надеюсь, что вам он также очень понравится. Город абсолютно необычный, с необычной архитектурой, историей. Ну, в общем, есть что посмотреть. Этот город особенно важен для нас в нашей поездке. Не буду забегать вперед, рассказывать. Это все мы вам расскажем уже в поездке. Мы с вами встречаемся. В отеле общий сбор, знакомства, ну, какие-то такие моменты общие. Второй день. Мы с вами из Амстердама отправляемся в Зюнгард. Здесь можете подробно почитать, что это за город, почему он так важен для нашей поездки, что он значил в жизни Ван Гога. Мы с вами обязательно увидим все места, самые значимые, где Ван Гог родился, где он творил, где он создавал свои произведения. Конечно же, лечебницу посетим, где он долгое время провел. И, естественно, отправимся еще и на могилу, где посмотрим, как, в общем-то, и где закончил свою жизнь этот великий мастер. Итак, второй день. Мы с вами отправляемся из Амстердама в Зюнгард, а потом в Нью-Нью-Нью. Сразу хочу рассказать, предусмотреть все вопросы касательно, как будем передвигаться. У нас будет с вами собственный транспорт, собственный микроавтобус, где мы с вами будем, в общем-то, сами себе хозяева и будем сами контролировать все наши перемещения. Именно этим обусловлено очень ограниченное количество мест. Всего в группе 7 мест. Это количество мест, посадочных в микроавтобусе. Больше взять, к сожалению, не можем. На сегодняшний день еще есть 4 места в нашей поездке. Поэтому, кто хочет нам присоединиться, то милости просим. Итак, мы отправимся во второй день в Зюнгард, а затем в Нью-Нью-Нью. И подробнее здесь можете почитать вообще, что это за города и что они значили в его жизни. Конечно же, мы проездом будем в Баринаже. Это всем известные шахты. В каждом из этих городов у нас обязательно будет экскурсия. Обязательно посмотрим все необходимые, не то, что необходимые, а все интересные, все самые значимые места. И в этот же день мы отправимся с вами в Дижон. Четвертый день. В Дижоне заночуем и отправимся уже в Арль. Давайте вам покажу несколько фотографий. Тоже подробнее здесь можно будет почитать. Пятый день. Это уже Арль, где мы проведем уже целый день. Именно там он написал свою знаменитую «Звездную ночь» над Роной. И что самое интересное, мы с вами увидим то самое место, откуда он писал эту «Звездную ночь» и напишем с вами свою собственную «Звездную ночь» над Роной. Это место, где он писал кафе в Арле. До сих пор это место сохранено. Сейчас там находится кафешка. Она, конечно, дорогая, естественно, из-за понятных причин. Но посмотреть, знаете ли, стоит. На самом деле, своими глазами видеть то, что ты видишь на картине, читаешь в книгах. И то, о чем так долго мы с вами говорили на многих-многих мастер-классах и вебинарах, это, конечно, стоит того. А вот это, кстати, место, как раз, откуда он писал «Звездную ночь» над Роной. Мы с вами будем так же, как он когда-то, стоять и писать свою «Звездную ночь». Итак, далее. Шестой день – это день, когда мы с вами отправимся в Сен-Пой. И лечебница Сен-Пой. Посмотрим, где он лечился долгое время. И, конечно же, где он написал огромное количество своих картин. Возможно, даже самых значимых в своей жизни картин. Сейчас, что очень интересно, на всех местах, где он писал эти виды, стоят вот такие вот таблички, как вы видите на фотографии, и там описано это место, сфотографирована картина, которую он написал. И вы смотрите на картинку, видите вживую эту натуру, с которой он писал. Натура сейчас, в общем-то, такая же. И мы с вами еще и там будем писать картины. Представляете, это видеть своими глазами можно. И это знаменитые деревья. Это вот как раз комната в лечебнице. И там же он написал свою самую знаменитую картину. Ну, не самую, одну из самых знаменитых картин. Звездная ночь. И это все мы с вами видим своими глазами. Седьмой день – это день, когда мы с вами проведем время на территории лечебницы Сен-Пой. И когда мы с вами напишем свою собственную картину по мотивам этих работ. Когда мы будем с натуры смотреть и писать эти работы. День восьмой – это день, когда мы отправляемся из Сен-Поля в Бон. Тоже вам покажу несколько буквально фотографий. На протяжении всей поездки мы с вами будем проживать в отелях. Стоимость всех отелей включена уже в стоимость программы. Вам ничего не нужно будет доплачивать дополнительно. На протяжении всей поездки все это обеспечено. Далее, девятый день. Мы отправляемся из Бона в Авер. Тоже покажу несколько фотографий. Вот, пожалуйста. Это как раз могила Винсента и Теодора Ван Гога. Знаменитая картина. И все как раз посмотрим своими глазами. И еще и послушаем все эти события, которые происходили. Услышим эти истории. И, в общем, постараемся проникнуться этим художникам. День десятый. Это день, когда мы проведем в Авере. И здесь будет небольшое количество свободного времени, где вы сможете либо остаться с нами в Авере, и у нас будет несколько интересных мероприятий, либо вы сможете в этот день отправиться в Париж, это очень близко, и провести день в Париже. Поэтому это вот на выбор интересное такое вот место. Кстати, вот, посмотрите. Вот, опять же, это то самое поле, пшеничное поле с воронами. И здесь вот как раз и можно будет увидеть своими глазами ту натуру, с которой он писал эту картину. День одиннадцатый. Это день, когда мы с вами выдвигаемся обратно в Амстердам. И здесь уже кто-то отправится у нас на самолет, а кто-то может задержаться и погулять по городу Амстердам. Город просто невероятной красоты. Я уже говорила это, но я просто влюблена в этот город, поэтому могу бесконечно о нем рассказывать. Вы можете еще взять какие-нибудь скетчбуки и еще их порисовать. Ну, в общем, здесь у нас с вами масса будет вариантов, как время провести, и поэтому это уже потом мы с вами обсудим. В общем, таким потрясающим городом поездка наша будет и заканчиваться, и начинаться, поэтому никаких сложностей с перемещением не возникнет. Вам нужно будет приобрести только лишь билет туда-обратно из вашего города в Амстердам. Сразу хочу сказать, что неважно, в какой стране, в каком городе вы проживаете, присоединиться к нашей поездке может абсолютно любой участник из любой страны. У нас сейчас участники уже и из России, и из Канады, поэтому неважно, откуда вы, встречаемся мы в любом случае в Амстердаме. И приезжайте откуда хотите, мы будем рады видеть всех абсолютно. Стоимость программы 95 тысяч рублей. Для записи необходимо внести тысячу рублей, а оставшуюся сумму мы можем разбить на несколько платежей, на четыре либо два, как вам удобнее. И такими вот небольшими суммами по кусочкам можно оплачивать поездку, и к маю у вас уже будет вот такая просто шикарная поездка, оплаченная, которую вы запомните на всю жизнь. Ну, это точно, это минимум. В стоимость входят все указанные экскурсии в программе, проживание на протяжении всей поездки, транспорт. Напоминаю, у нас будет личный транспорт. Только мы с вами там будем, только мы там будем присутствовать и управлять тем направлением, куда мы будем отправляться. Все мастер-классы, клинеры, включаем художественные материалы, масло, холсты, краски, ну, в общем, как обычно, все включено. И, конечно же, при раннем бронировании вы получаете еще и трансфер из Амстердама в отель и обратно. То есть вы прилетите, мы встречаем вас и обратно даже и провожаем в конце поездки. Дополнительно приобретается, ну, в общем, все то же самое, что и в прошлый раз. Здесь вот, посмотрите. Но кроме, естественно, проживания, это все включено в стоимость программы. Порядок оплаты здесь тоже можно будет посмотреть и можно выбрать себе расточку, если это необходимо. Проживание в отелях, проживание включено. И вот, кстати, карта, где можно посмотреть, где мы встречаемся и какой невероятно огромный путь мы с вами проделываем. Вот здесь вот прямо с севера, с самого Амстердама, спускаемся вниз, 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 через Вельвию во Францию, спускаемся на Лазурное побережье, где Ван Гог провел большое количество времени, и потом отправляемся обратно на север. Ну, в общем, такой невероятный трик нас ожидает, и я думаю, что всем очень-очень понравится. Так, ну что, давайте потихоньку буду уже завершать свое обещание. Очень рада была вас всех увидеть. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний мастер-класс. Ну, а я еще раз благодарю вас за внимание. Сейчас буквально на секунду загляну в чат. Если вдруг у вас возникли какие-то вопросы, то я, конечно же, на них отвечу. Если нет, то я еще какое-то время проведу в чате. Если будут вопросы, задавайте. Так, вижу. Спасибо большое за такие комментарии. И тут есть еще пара вопросиков. Здравствуйте. Завтра можно будет посмотреть запись? Опоздала. Да, завтра запись будет доступна, поэтому можно будет посмотреть. И вопрос, как вы готовите холсты или покупаете? Холсты у нас мы изготавливаем вручную, но из покупных материалов. Мы заказываем холст хороший у проверенного производителя. Мы отдельно в мастерских заказываем подрамники. У нас очень хорошие подрамники. И вручную это все собираем. Не перегрунтовываем, потому что изначально купленный холст, он очень хорошего качества, там классная грунтовка. Он, в общем-то, отвечает всем требованиям. Поэтому все очень просто. Ну что, на этом я завершаю сегодняшнее обещание.